История Бреста для Имбрыков. У культурной столицы Беларуси распочинается новый эдукационный проект. Про его мэты и удельников расскажет Мирослава Маньковская. Идея провести цикл интеллектуальных встреч под названием «История Берестя для Имбрыков» належит супрацовнице науково-экспозиционного отдела краезнавчего музея Катеринни Людыч и ЕС Аброуцы в Ользе Крузь. Все началось с наведывания выставы Берестейских мастаков, узгадывают музейшицы. Там яны пришли до весновы. Шмак интересного обмянулим города над Богом многие брастаучане не знают. Так и народился этот нестандартный проект. Столько активных тренинговых людей, столько белорусскомовных людей, столько людей интересных историй, но их нет ни часа, ни мягчимости реально выложить эту историю. Мы в этот день просто в разговоре у нас народилась эта идея. Давай сделаем научный гуртолог по истории. Придумали назву одразу, потому что у нас уже колеса была такая думка про то, что нужно назвать проект чем-то связанным с имбрыками. Об том, что первая встреча для имбрыков отбудется в краезнаучном музее, 15 желающих поудельничать в интеллектуальной гульни доведались в социальных сетках. Усе яны навыть не были знакомы помеж собой. Знаемство худельников проекта отбывалось одночасово со знакомством с героем вечера, канцлером Великого князства Литовского Миколаем Радзивиллом Черным. Первую встречу промерковали до 500 годов с дня его народжения. Хотелось больше показать его как человека, который смог своими силами, не полагаясь больше ни на кого, менять что-то. То есть как в крылатом выражении каждый кузнец своего счастья. И вот именно Николай Радзивилл Черный, он является вот таким человеком, который шел против всех. Это будет рассказ, сопровождаемый показом видеофильма. Это будет викторина любопытная весьма с элементами юмора, естественно, каких-то исторических сведений и знаний. Вот проверим наших юных брещан, как они знают историю нашего края, а сами себя еще раз перепроверим. Не обошлось и без сюрпризов. У кировництва музея поклопотилась об тем, как не только затекавить гостей истории родных мястин, а ли издевить их нечем уникальным. На каждой наступной встрече те, кто интересует историю Бреста, смогут увидеть музейные предметы, которые ранее были схованы от врачей наведывальников. Сегодня таким уникальным предметом стал памятный медаль, выпущенный в Гонор 450 года, с дня выдания Брестской Библии. Три годины конкурса у викторины севых легенд пролетели как одно мгнение. Организаторы отзначают, не шакали до себя у гостя такую надшитанную публику. А отделники первой встречи имбрыка выполнены, теперь они будут забираться разом каждые два тыс дня у стенах Брестского краезнавчего музея. Показал друг и позвал, вместе пришли. Почему? Потому что это родное, хотя сам очень слаб в истории. Просто интересно было узнать. Много узнал чего-то нового для себя. Планирую приходить на этот цикл, цикл этих событий, мероприятий, которые проводятся здесь этими людьми. Мирослава Манькусская, Тегра Накопян, областные новины, Брест.